Моё первое впечатление Душанбе, это через окно самолёта. Я видел снег в горах и синее небо. Это потрясающее отражение. Потом на улице с Амниасом и с Марсом ходили, там удивительно чистые люди, очень спокойно и весело, мне кажется, весело ходят. Это моё первое впечатление. Вот как сейчас мы смотрели то, что вы показывали, здесь очень много сходств с дзюдо. Есть какие-то общие корни между айкидо и дзюдо? Об этом сейчас Амниасом. Ну, первоначально в Японии же не существовало дзюдо, не существовало айкидо, не существовало карате-до. Воины занимались боевыми искусствами будо, существовала техника дзюдо, и различные школы дзюдо явились прародителями разных известных ныне направлений. Из дзюджицу оформилось в 20 веке дзюдо, из дзюджицу и акинавских единоборств оформилось карате-до. И одна из школ дзюджицу, дайториу дзюджицу, дала начало и современному айкидо, которое в начале 20 века представил О-сенсей, основатель айкидо Морихей Уэшиба. Мы хотели бы показать вам основные техники с мячами, с деревянными мячами. Почему мы турнируем сейчас с мячами? Потому что мяч считается очень важным для развития центра чадности. Ильд! 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! И фея! И фея! И я! И я! И фея! Фея! И я! И я! Фея! И я! Фея! 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 Сейчас имеются какие-то контакты между специалистами по дзюдо и по акидо? Поскольку я знаю, сейчас такого как-то нет. Ну, может быть, есть, но очень мало. Система тренировок, все это имеет различные. Различные, да. И очень интересно вообще, если взглянуть на проблемы восточных единоборств, особенно те виды единоборств, которые развиваются в Японии, это айкидо, дзюдо, кендо, каратэдо, что это вот мы очень много читали и смотрели по телевизору, что очень затеянно занимаются. Вот эта система имеет какой-то случайный характер или это заложено в какой-то общей образовательной системе обучения? Какие имеются вот эти методы воспитания? Это в первую очередь в Японии по телевизору часто показывают соревнования по дзюдо, каратэ и кендо тоже. И кино самурай, это, мне кажется, очень большое влияние. Потом в школах, я имею ввиду высшие средние школы, это хайскул, там дзюдо или кендо это обязательный предмет. Это в этой программе в школе? Да, да. И еще в университете многие сейчас тренируются на секции дзюдо, каратэ и разные виды борьбы. Это помогает, по-моему, развитию борьбы в Японии. Умарко, я думаю, что это очень много времени, когда мы находимся с дзюдо и 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 дзюдо, это очень много времени, я имею ввиду, для дзюдо и дзюдо и дзюдо и дзюдо и дзюдо и дзюдо и дзюдо, дзюдо и 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 дзюдо? Я бы хотел бы узнать, я понимаю, что у вас занятия проводятся, значит, в этих… Соскалки лет именно дети вообще-то берут в школах этого вида спорта? Очень трудно ответить на этот вопрос. Но после поступления в школу, это значит, что с шести лет. С шести лет? Да. С шести лет, значит, принимается на школах, где проходят эти занятия. А вот вообще, вот этот вид спорта, как поставлено? Я понимаю, что вот сейчас отметили, что есть, я имею в виду Советского Союза именно в Москве. Может быть, в республиках тоже, да? В других республиках тоже есть ваши филиалии или как он называется? Вот, как поставлено в других странах, кроме Советского Союза? Насколько другие страны пошли вперед? Да, может быть, они... Да. Ну, сейчас в Европе, особенно во Франции, в Германии, в Англии, там Айкида очень развита. Ну, там частные... много частных секций. Частные секции при фирмах, да? При университетах и... Да, может быть, при фирме. Этого я не знаю. Дополучие проOURки. Омархан, вы понимаете, что это такое? Дополучие, что они были здесь? Я, что это Аюнии, в моду, в Федерации, в Германии, в Муа... Вы можете, как отчакивать его, этой эстазовинов, что он... Вы можете на самом деле... Это с точки зрения? Я не знаю, что мы не знаем, что мы не знаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще большая случайность была, когда он начал заниматься айкидо. Просто в 82-м году в университете появился стажер из Японии, Онусан. И он был очень любезен и показал нам айкидо. А уезжая, год мы занимались с ним, а уезжая, он сказал, ребята, вы занимаетесь айкидо. И мы занимались. А потом, через 6 лет, он приехал и увидел, что мы не бросили заниматься айкидо. И тогда он уже сделал все возможное, чтобы Японская Федерация и Всемирная Федерация Айкикай узнала о нашей секции. Уже помог нам методическими материалами, помог инструкторами. А потом вот Намуро-сан появился и уже длительное время ведет занятия в секции. Это очень нам помогает. Намуро-сан, вот здесь очень интересный такой момент. Вот вы являетесь одновременно представителем фирмы и представляете айкикай. в Международной Федерации Айкидо. Вот для нашей зрителей очень интересно. У нас обычно либо человек занимается бизнесмен, либо он спортсмен. Насколько я знаю, в Японии эти вещи очень сочетаются. Вот как, вот вообще, насколько это вообще распространено? В Японии вообще в мире, вот одновременно, значит, и заниматься, вот, как говорят, восточными видами единоборства и основной деятельностью. В принципе, в Японии такой человек, как я, это исключение. Сейчас, ну, как, по-моему, вы знаете, что в Японии трудолюбимый народ. Очень много работает с утра до вечера. Практически это невозможно тренироваться каждый день. Но я решил перед поступлением на работу каждый день заниматься айкидом. Если это не будет невозможно, я выброшу работу. Так вы решил. Значит, для вас сейчас... Это у меня такое, я решитель, как это сказать... Ваше решение. Решение, да. Очень сильное решение был. Поэтому я мог... Значит, вы на первом месте у вас айкидов. Да, первое место айкидов. А потом, значит, та работа, которую представляет. Сейчас мы покажем основные техники айкидов без оружия. Первая техника, это техника захвата. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... Дальше. Уширо лёте, танкю. Второй, астанавный технике. Эта, технике, удача, шоу меучи, икьё. Шоу меучи, иримина ге. 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 а вы встаете и напротив гостиницы, в парке вы занимаетесь, несмотря на то, что находитесь в гостинице. Я возник такой вопрос. Вот, например, у нас в Советском Союзе, например, многие предпочитают утром заниматься физкультурой. Значит, многие товарищи говорят, что лучше заниматься вечером. Как вы думаете, как? Лучше утром или вечером? Я предпочитаю утром заниматься. Почему? Потому что организм свежий. Отдыхавшись, да? Отдыхавшись, да. И сразу нужно запомнить. Но голова пустая утром. Поэтому я всегда, ну, в Японии всегда стараюсь, ну, каждый день. А вообще народ как у вас занимается? В основном все утром занимаются? Основным вечером. Вечером перед работой это очень трудно. Тяжело, да? Тяжело, да. Да. Все сочетает все это. Все правильно. А у вас вообще как поставлено, вот, кроме вид спорта, вообще, какие еще такие, более такие, я имею в виду, кроме джудо, например, вот кроме вида борьбы, еще какие виды, которые более так развиты в Японии, которые мы, может, не знаем? Спорт? Да. Как и в виде спорта, еще. Который мы не знаем, может быть. А, бейсбол. Бейсбол. Бейсбол очень популярный. Популярный. Да. Да. Ну, чувствую такое сочетание, что все, которые живут в Японии, считают, что в Японии основные виды это каратэ, джудо и акидо. Да, да. А в Японии чувствуют, что больше занимаются бейсболом, в общем, такое сочетание интересное. Это правда, да. Вот, Аномро-сан, вот, какова ваша деятельность в настоящее время, вообще в будущем по развитию акидо в СССР? А, я надеюсь, что в ближайшем будущем приезжают многие сенси, сенси знают, да, сенси из Японии. Это учители, учители из Японии. Да, из Японии. Ну, я, честно говоря, я хочу тренироваться сам, не хочу так учить. Я считаю, это еще рано, да. Надо много еще, много работать. Вот могу представить вот нашу ситуацию в Советском СССР и по карате, и тем более по акидо, что у нас уже, обладая черным поясом, первым данным, многие стараются тренироваться. Значит, просто вы с третьим данным еще считаете, что рано. Вот, поэтому, наверное, развитие уровня данного вида спорта, вот, оказывает какое влияние на психологию. Поэтому желание все время учиться, да. Это очень, как говорят, похвально. Продолжение следует... Продолжение следует... Третий вариант это техники Си-Джа, Сваривада называется. Почему мы как тренируемся Си-Джа? Это тоже для развития центра. Это как раз для чудо Нейвада. Как это? Тепнике леожи. Си-Джа, Си-Джа. Си-Джа, Си-Джа. Си-Джа, Си-Джа. Си-Джа, Си-Джа. Си-Джа. Си-Джа, Си-Джа. Си-Джа. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.